Всем привет! Сегодня 15 день нашего путешествия, как мы выехали из дома, и сегодня получается уже 7 сентября 2017 года, четверг, и мы второй день как движемся в сторону дома. Мы остановились примерно в 60 километров от Ростова-на-Дону, отъехали от этого города. Вчера поздно вечером искали гостиницу и вот нашли такую за 2000 рублей. Номер вы уже видели, я вам показала. В принципе, нормально, но хотелось чуточку подешевле. Вчера погода была очень такая некомфортная, особенно для поездки на мотоцикле. У нас тут образовалась на вешалке огромная гора из дождевиков, скофт, курточек, мотоэкипировки. Вот сейчас она потихоньку тает, потому что дождевики нам, скорее всего, сегодня не понадобятся. Пока что погода достаточно солнечная. Ну, не прям так, чтобы солнышко ярко светило, но сейчас 7 с небольшим утра, но хотелось бы, чтобы распогодилось совсем и стало светло, тепло, и нам, чтобы было комфортно ехать обратно домой дальше. Ну, посмотрим, буду включаться. Вчера очень мало было прямых включений, потому что жалко технику. А сегодня, надеюсь, буду делать фотографии во время движения, что фотоаппарат, ну, телефон со мной поедет. И, может быть, что-то вам буду показывать и на эту камеру снимать. Ну, кстати, собираемся. И только что одела сырую мокрую футболку. И придется надевать мокрые ботинки. Мы вчера насквозь промокли. Вот самое, что не хочется надевать, это точно ботинки. И мне их жалко. Похоже, они у меня могут так испортиться. Сами знаете, что они у меня с кошками. Что они у меня крутые. И сама гостиница, кстати, хотела вам показать. Мы когда будем проезжать мимо, я вам покажу своеобразное, такая интересная. Здесь отдельно дверки стоят, ну, типа как гаражный кооператив, например, если бы это было. И комнатки так, тын-тын-тын, одна за другой идут. И у всех выход на улицу. Ну, все сами увидите. А мы, короче, в общем, одеваемся дальше. И будем наезжать. Сейчас поедем в сторону Волгограда. Ну, я думаю, мы доедем и дальше. С учетом нашей скорости. И с учетом более-менее пока что хорошей погоды. Вообще, из-за вчерашнего дождя. Вот вам не передается, насколько влажные мои ботинки. Я попробовала, насколько это приятно сюда залазить. И мне так их жалко. Они натуральные, кожа дорогие, с кошками. Где такие еще найду? В данный момент я очень завидую людям, которые передвигаются во время путешествия на машине. Потому что мне приходится сейчас надевать на себя кучу одежки. Буду опять как капуста, опять широкоплечья. Не пойми кто. Опять на меня будут смотреть куча людей недоумленными взглядами. Те, кто едут на машине, они едут... Ну, тут еще достаточно так тепло. Но на мотоцикле холодно, поверьте, холодно. Но кто едет на машине, они выходят в шлепках, они выходят в шортах, в майках. А я одену три кофты. Дождевик, опять же, для утепления, для защиты от грязи. Мотоэкипировку, которая очень сковывает движение. Выходим из номера. Кстати, эта гостиница называется Галактика. И вот такая здесь большая есть еще стоянка. И машины находятся тут под охраной. Как видите, даже фуру здесь свободно помещаются. Для тех, кто своеверный, номер, в котором мы сегодня ночевали, сделали 18-А. Да, ну, по идее, он в 13-й. Выехали мы с территории гостиницы, и я поменяла камеру на вчерашнюю. То есть, на экшн-камеру. И не сразу заметила, но все-таки вскоре меня постигло еще одно разочарование от вчерашнего сверхдождливого дня. Эту камеру, как вы видите, залила, и объектив от этого внутри запотел. Отчего стала картинка такая, ну, не очень, прямо так и скажем, вся в дымке и мутная. А еще в этот день нам стали часто попадаться ремонтные работы на трассе, что несколько затормозило наше движение к дому. А мы надеялись, как я вам уже сказала, что в этот день будем ехать куда быстрее, чем вчера. Сейчас 11 часов, и мы решили перекусить. У нас сейчас будет завтрак. Вот зашли в это кафе, заказали уже еду. Она готовится. Мы находимся в Морозово. Это вроде бы еще Ростовская область, ну, может быть, даже уже и Волгоградская. Но я не видела табличек, чтобы была смена областей, так что я думаю, это Ростовская область. Я себе заказала, как всегда, салатик. И помимо салатика, еще, конечно же, мяско. Пить я в этот раз ничего не стала, потому что достаточно такой прохладный ветер, холодно. Ну, иду кушать. Идло. Все, начинаю кушать. Всем приятного аппетита. Как мы сейчас кушаем, так же, как и нам. При входе в кафе написан километраж до основных городов. Нам нужно ехать на Волгоград, то есть 230 километров еще впереди до этого города. Едем мы из Ростова. Тут сказано, что 250 километров. Но я вам говорила, что мы ночевали в 60 километрах от города. То есть мы успели его ночью проехать. Получается, мы проехали за утро 190 километров. В общем, пойдемте дальше. Мы покушали. Еще немножко утеплимся дополнительно и поедем. Ну, кстати, через какое-то время от движения влага в камере начала выветриваться и картинка прояснилась. Зато небо стало днем опять затягивать облаками. Волгограде из хмурого серого неба на нас опять палил дождь. Хорошо, что в этот раз ненадолго. Может быть, около часа мы ехали под дождем, а затем он на время утих. И мы решили сделать техническую остановку на нерабочей заправке. Мы сейчас находимся в городе Камышин. Это Волгоградская область. И хотела я вам рассказать, пока мальчики натягивают цепь. Ой, ко мне кто тут бежит. Смотрите. Один. Сколько радостей-то. Ой, 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 трое. Я такая соседка. Вообще. Я два. Радостей-то. Два черных. Ой, и вот один. Ой. Они все грязные. Чучкиные. Они такие хорошие. В пакете у меня цветы, которые я везу еще с Евпаторией, когда мы там были. Вообще. Ну, просто в прелести. Короче, я вам хотела рассказать, что я видела, пока мы ехали. Мы сейчас едем в сторону Саратова, потом на Пензу. Ну, рассчитываем сегодня даже, скорее всего, доехать до Пензы. Тут осталось примерно 300 километров. До Саратова примерно половина из этой суммы. Была такая удручающая картина. Как только проехали Волгоград, там вообще так лес сильно сгорел. Очень много гектаров. И я хотела это рассказать к тому, что люди, будьте осторожны, будьте внимательны, бдительны. У меня пакет кусает. И не выкидывайте сигареты из салона автомобиля на дорогу. Потому что, ну, реально, это вообще очень печальная была картина. Столько деревьев погибших, столько, ну, не знаю, столько животных и всяких... Смотрите, что делаю. У меня тут все со мной играет, за все тянут. В общем, мы когда ехали в сторону Крыма, как раз видели этот пожар, он был очень мощный. Я все-таки отступила от своих правил, никогда не фотографировать ничего такого отрицательно заряженного, да. Никакие аварии я, например, не фотографирую, пожары не фотографирую. Но этот пожар был очень далеко от дороги. А мы уже обратно ехали, там реально настолько много всего прогорело, очень большие площади. Так жалко животных, так жалко, ну, вообще всех жителей этого леса. Огонь перепрыгнул даже через трассу. А ведь, возможно, это была всего лишь одна непотушенная где-то сигарета, которую выкинули из машины. И, как я поняла, пока мы отдыхали в Крыму, тут несколько дней трасса была вообще закрыта. Хотела вам сказать, чтобы вы были аккуратны на дороге, уважали и себя, и всех окружающих. Сейчас я вам покажу получше собачат, этих шинят, которые меня атаковали. И пойдем смотреть, как у мальчиков продвигается наладка цепи. Возможно, они уже все сделали, и, возможно, мы с вами уже достаточно долго болтаем. Какие игрунчики! Игрунчики какие! Видели, какие они? Игрунчики! Ой, кто тут меня бежит, догоняет, догоняет! Ну, вроде бы цепь сделали, как я смотрю, как раз. Так что буду надевать шлем, чтобы мы могли поехать дальше. А собачки за нами пришли. Идут, идут все, все втроем идут. Мне больше всего беленькие нравятся. Ну, которые беленькие, скорее всего, и с черным, ну вы поняли. Да-да-да, вот этот вот. Он такой гормоший. Ну, так-то они все хорошенькие. Ладно. Одеваюсь. К тому же уже начинается снова дождь, который нас сегодня преследует. Неверно, с 12 часов. Ну и шлем выступает в роли неплохого такого зонтика. Правда, не самого комфортового, да, все равно? Зонтик. И еще. Раз уж поговорили сегодня про выброшенный окурок, то хочу вам показать, как выглядит трасса. Достаточно также печально из-за различного другого мусора. Это всякого рода бумага, пластик. Неужели вы на машине не можете доехать до заправки или до магазина какого-то и выкинуть мусор там, в мусорный бак? Даже мы, когда едем на мотоцикле, вроде бы уж нам некуда особо складировать мусор, который может появиться. И то выкидываем в предназначенных для него местах. Около 5-6 вечера опять начался дождь, перешедший уже в ливень. И чтобы не испытывать в очередной раз судьбу камеры, я снова ее спрятала. Дальше мы ехали, как вы понимаете, уже без видеосъемки. И, можно сказать, ночью, где-то в 11-12 часов остановились в гостинице. Кадры из которой вы сейчас и можете наблюдать. Гостиница снаружи выглядела так, как будто построена чуть ли не вчера. И называется она «Виктория». Расположена совсем рядом с трассой, неподалеку от города Саратов. Номер нам обошелся здесь в 1500 на 3-х человек. Но прежде чем идти спать, мы решили перекусить. На удивление, в такое время желающих поесть оказалось в этой гостинице достаточно много. Да, я знаю, что на ночь есть совсем нехорошо. Но, тем не менее, я решила подкрепиться блинчиками с горячим чаем, так как после холодной и дождливой дороги так и хотелось согреться именно таким образом изнутри. Ну, а на этом все. До встречи в моих новых роликах на данном YouTube-канале и в моих новых постах в соцсетях. А ссылочки на соцсети вы сможете найти в инфобоксе. Разворачивайте их и переходите. Я буду очень рада видеть вас среди своих друзей. Я желаю вам всем огромнейшей удачи и пока-пока!